Сегодня расскажу вам, как приготовить батончики баунти в домашних условиях. Готовятся батончики баунти на самом деле очень просто и получаются намного вкуснее магазинных. В ковшик я наливаю 70 мл молока, туда же добавляю 70 г сахара, все слегка перемешаю и добавляю 100 г сливочного масла. Отправляюсь к плите, буду греть массу до растворения сахара. Теперь в горячее молоко всыпаю кокосовую стружку. У меня кокосовая стружка с желтоватым оттенком, это говорит о том, что она натуральная. Поэтому выбирайте кокосовую стружку не белоснежного цвета, а немножко с желтоватым оттенком. И тогда баунти будет намного вкуснее. В качестве формы я буду использовать обычный контейнер для хранения продуктов. Также хочу сделать эксперимент и использовать формочку от шоколадных конфет. Конфетки я буду делать всего 4, а остальную кокосовую стружку высыпаю в форму. И при помощи ложки или лопатки хорошо все разравниваю, прижимаю и везде делаю одинаковую толщину. Сейчас все нужно убрать в морозилку, чтобы кокосовая стружка хорошо застыла. И после этого буду нарезать на кусочки. Кокосовая стружка очень быстро отходит, поэтому формировать вот такие вот батончики совсем не сложно. Вы можете оставить вот такую вот плоскую форму, но мне больше нравятся вот такие вот пухленькие батончики. Поэтому я их оставляю на досточке и при помощи пальцев делаю вот такую вот толстенькую форму. От формочки шоколадных конфет кокосовая стружка тоже неплохо отходит. На мой взгляд, неплохая идея. Единственное, фигурные формочки лучше не использовать. Теперь батончики снова отправляем в морозилку для того, чтобы нам удобно было их покрывать шоколадом. Когда батончики подморозятся, можно растопить шоколад. Шоколад я растоплю на плите на среднем огне 2-3 минутки и шоколад растает. Также это можно сделать на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Главное, чтобы шоколад не горел. Особенно будьте внимательны, если будете растапливать в микроволновке. Шоколад еще достаточно густой. Для того, чтобы он стал жидким, добавляю 2 столовые ложки растительного масла без запаха. Обязательно хорошо даю шоколаду стечь и переношу батончики баунти на пергамент. Шоколад моментально застывает и становится матовым, потому что батончики только с морозилки. У меня осталось буквально 2 столовые ложки шоколада. Шоколад перелила в пакет и немножко украшаю батончики. Готовые батончики баунти оставляю минут на 10 для того, чтобы кокосовая стружка окончательно разморозилась. Шоколадные батончики лучше всего хранить в холодильнике, но поверьте мне, долго они у вас храниться не будут. Кокосовая начинка получается намного вкуснее и сочнее магазинной. Я всем советую попробовать. Готовьте, друзья, и пишите свои отзывы. Всем спасибо за внимание. Пока-пока!